Под гитарные запилы начали фестиваль осет рок в деревню Костино. Торжественную часть открыли заместитель главы Пушкинского округа Нина Ушакова и председатель Совета депутатов Сергей Бабаченко. Добрый день, друзья! Всех хочу поприветствовать на рок-фестивале. Он уже проходит второй раз у нас и я надеюсь, это завойдет все в правила. Всем желаю сегодня хорошо провести день. Шашлык – это здорово, как раз то, что нужно после долгой рабочей недели. Уже второй раз здесь на ферме устраивают свой вудсток. Скромнее, но роднее. Практически все музыканты из нашего округа. Мы просто очень любим музыку и как-то получилось так, что мы решили, что нужно провести такой фестиваль второй год подряд. Идея полностью принадлежала папе. Я просто ее поддержала и вот это переросло в такое достаточно масштабное событие. Более десяти групп на одной площадке. Практически все они знакомы организаторов. Найти выступающих было несложно. В Питер, остров туманит тени. Огни до утра. Поезд на шумном вокзале. В Питер, прощаться пора. Тяжелый рок, металл и панк в одном флаконе. На фестиваль приехали королевцы Waking Dream. За восемь лет существования у них вышло уже четыре полных альбома. В нашем городе они частые гости. Вот и сейчас не отказались от осетрока, потому что уж очень изголодались пожилым выступлением. Как вам сегодняшнее выступление на фестивале? Вообще понравилось? Ну, мне кажется, мы довольны. Удачно пришло. Было весело. Да. То есть мы вообще довольны. Отыграли хорошо. Публика хорошая. Такая семейная атмосфера. В общем, здорово. Для гостей фестиваля приготовили развлечение. Можно было сфотографироваться в милитаре фотозоне и пострелять по мишеням, пластиковыми шариками и строкбольного оружия. Комплект защиты тоже предоставляли. Мы представили на сегодняшнем мероприятии фотозону в стиле милитари, а также строкбольный тир, где любой желающий может попробовать свои силы в стрельбе по мишеням из копий боевого оружия. И, конечно, какие выходные без вкусной еды и шашлыка. Каждый мог отведать мясо или рыбу с местной фермы. Анастасия Спилина, Антон Орловский, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.